Добрый день, дорогие друзья! Приветствую вас из солнечной Анапы. Вчера на наш город и на все Черноморское побережье обрушился шторм. Шторм был очень сильный. В районе Туапсе волны доходили до 6 метров. В Сочи огромное количество поваленных деревьев. Реки местами вышли из берегов, подмыли дороги. Обо всем этом смотрите в нашем телеграм-канале. На Анапу пришел шквалистый ветер, на который мы попали. Хотели покататься в этот шторм на кайтах. Посмотрите, как это было. Пришел шквалистый ветер. Ряд же Анапы потихонечку под снег уходит. Александр пытается ветер замерить. Шквальный пришел то, что надо, чтобы ощущать почти 17 метров и красота моря. Затем мои подписчики мне прислали, как и вы можете делать, если сняли что-то интересное в телеграм, что у нас на высоком берегу, на берег выходил смерч. Как говорится, ничего не предвещало и тут оно случилось, друзья. Вышел наш подписчик к берегу моря и тут на тебе. А вон смерч начинается. Смотрите, по-моему, вот так. Что самое главное хочется посоветовать. Если вдруг вы стали свидетелем такого события, то надо уйти от этого места. Лучше убежать, ребятки. Мы видели, как в Сочи выходил смерч на берег и там люди только благодаря счастливой случайности не пострадали. Здесь могло произойти точно так же. Вы видите, как формируется потихонечку воронка и направляется к берегу. Причем довольно-таки очень сильные завихрения и он, подходя к берегу, разрушился. А это большой плюс. Но наш подписчик стоял, снимал до последнего. Ему, конечно, огромное спасибо за такие великолепные кадры. Ночью пошел сильнейший ливень и начал топить наши улицы. Я очень переживал за зону отдыха на Гребенской, чтобы там было все хорошо. Ведь столько труда в нее вложено. Давайте вместе с вами прогуляемся и посмотрим, как там сейчас все выглядит. Хочу вам рассказать о своих друзьях, которые продают эксклюзивные изделия. Мы находимся сейчас на пересечении улицы Горького и Гребенской. Они находятся в ту сторону. Мы пришли на Горького 13А. Магазин называется Афроэкзотика. В этот магазин можно приходить даже просто как в музей. Потому что здесь очень много разнообразных эксклюзивных вещей из кожи. Буйвола, питона, крокодила, верблюжьей кожи. Здравствуйте. Здравствуйте. Давайте я вам расскажу о том, что вы можете приобрести себе. Здесь есть разнообразные ремни. Вот такой ремень я сам относил, по-моему, около трех лет, пока его где-то благополучно не забыл. Бывает такое у меня. Здесь есть ключницы, разнообразные брелоки. От 300 рублей вы можете уже приобрести себе подарок. Также очень много разных сумок, кошельков, эксклюзивной ручной работы, которых вы нигде больше не найдете. Имеются разнообразные статуэтки из черного дерева, которые тоже могут стать достойным предметом вашего интерьера. Можно прикупить себе обувь из кожи. Также разные поясные сумочки. Можно взять оплетку на руль и другие аксессуары. Также есть магнитики из черного дерева. Смотрятся они просто великолепно. Можете посмотреть, какой большой набор саквояжей, сумок и разных других предметов. Например, есть визитницы на руку, браслеты. Также выбор разнообразных ремней. Если вы хотите порадовать свою вторую половинку, то можете для нее приобрести сумочки. Их здесь тоже очень большой выбор. От самых больших до маленьких. Также есть элементы верхней одежды. Ну и очень много других аксессуаров для ваших вторых половинок. И ремешки маленькие под джинсы. Ну и более-таки современного вида из кожи сумочки. Аксессуаров здесь очень много. Они все эксклюзивные. Если вы находитесь не в Анапе, а где-то в другом месте, вы всегда можете заказать их по номеру телефона. У ребят есть WhatsApp. Вы можете на него написать. И вам пришлют фотографии. Закажете, отправят вам по почте. Заходите обязательно, посмотрите сколько всего интересного здесь. Я думаю, что вы сможете своих друзей порадовать эксклюзивными подарками. А своих дорогих подписчиков я хочу поблагодарить за то, что вы меня смотрите. Пишите свои комментарии. Я стараюсь на все отвечать. Прошлое видео меньше чем за 12 часов набрало 150 тысяч просмотров. 6 тысяч лайков. 700 комментариев. Ребята, это восхитительно. Но морякам в добрый путь. А мы отправляемся с вами к морю. В общем, все пути, как всегда, в Анапе туда я веду. Какой все-таки прекрасный город Анапа. Ночью у нас улицы все превратились в реки. Их было очень сложно перейти. Люди разувались, чтобы их форсировать. И по ледяной воде шли. Мы отправимся с вами и на театральную площадь. Ну а сейчас по прямой пойдем по улице Гребенской к морюшку. Здесь у нас Харьи Кришны прогуливаются. И впереди нас ждет голубое небо, красивые облачка. И это прекрасно, мои дорогие друзья. Надеюсь, что погода больше не будет нам портить праздник. Ведь вчера в ближайших поселках у нас даже выпадал снег. Посмотрите, как это было. На связи станица Благовещенская. И на кадрах у нас настоящая зимняя сказка. И даже не верится, что до Благовещенской всего лишь 30 километров. Также и в других населенных пунктах выпадал в Анапе снег. Но здесь он такой пушистый. Как захотелось попасть в настоящую зиму. Особенно смотря на эти украшенные домики вокруг. Как вам таки? Он шел практически везде. И в субсехе на Лысой горе мне присылали кадры, как там шел снег. И в Витязьево тоже снег пытался падать. И даже немножко выпал на поля. Но потом, большому сожалению, с утра уже быстро растаял. Плюс 4 сейчас в Анапе. Солнечная прекрасная погода. Великолепная для шикарных променадов к морю. Торговые павильончики продолжают работать. Ведь здесь поток туристов довольно-таки большой. Продают маечки. Я не знаю, как это сейчас актуально, ходить в них. Но на сувернишечке, я думаю, что люди разбирают для своих близких и знакомых. Работают магазины. Люди есть на улице. Это говорит о том, что город живет. И люди на выходных, несмотря на прохладную погоду, ветер до 7-8 сейчас продувает метров в секунду, они пошли гулять и наслаждаться нашей природой. Местами на деревьях мы даже можем наблюдать еще листики. Зеленая трава. Люди общаются с котиками. Здесь у нас находится Бургер Кинг, который можно тоже прийти поесть. Играет музычка. Создает новогоднюю атмосферу. Возле крокодиловой фермы также работают павильоны. По традиции все функционирует в полном объеме. Носятся дети на самокатах. В общем, Анапа живой город. И это радует. Кстати, вода продолжает откуда-то стекать. Ливневая система ведь ее не принимает, забито. Это очень плохо, что в нашем городе такие проблемы с ливневыми системами. Давайте, друзья, в этом году у Деда Мороза все вместе попросим ливневку для старой Анапы. Здесь ливневая система справляется. Но также били фонтаны, как я их называю, габнофонтаны из асфальта. И тут такое амбре стоит. Впоследствии еще не все ликвидированы. Видите, как раз таки вот из этого люка тоже имеются наносы ила. Но самое главное, что вода, как я понимаю, не прошла сквозь арку центрального пляжа. Здесь видно, что готовились к такой ситуации, что вода придет и укладывали мешочки с песком. Сейчас один проход освободили, остальные пока оставили. Потому что погода стоит плохая до 25 декабря вечера. Работает Морская Звездочка. Здесь тоже Хинкали в Хале перед входом кофейня. Ну и огромная зона отдыха в этом году. Она стала больше и длится аж до входа под арку Парк 30-летия Победы. Давайте вместе ее с вами рассмотрим при свете дневном. На центральной части можете увидеть, что людей довольно-таки много. Там много разных песковиков. Но давайте по порядку. С правой стороны у нас в этом году появился такой китайский стиль. Так как следующий год у нас год дракона, то решили украсить еще и вот в таком формате. Много читал в соцсетях о том, что зачем вы так сделали, некрасиво. Но хочу сказать, что местные жители, гости города оценили это место и говорят, что здесь великолепно. Особенно в ночное время, потому что все светится. Видите, красные огоньки, как маяки, привлекают большое количество людей, которые слетаются на них, чтобы сделать себе великолепные фотографии. Это инсталляция воздушного шара с прошлого года. Здесь у нас видно, что море, представьте, заходило аж сюда. Сделали брусфер из песка, чтобы все это не размыло снова. Вот так вот стихия нападает на морские берега. Там, где у нас очень много разнообразного благоустройства. Да, ну хорошо, что предприняли меры. Удалось защитить берег. Будем надеяться, что шторм будет стихать. И дальнейших разрушений, как в прошлый раз, мы с вами не увидим. По крайней мере, я этого не хочу. Надпись «Зимой в Анапе» есть кафе на берегу с мягкими окнами, в котором очень уютно можно посидеть, даже при таком ветре, наслаждаясь шумом моря и пробуя вкусные напитки. Море у нас действительно разбушевалось не на шутку. Посмотрите, какие красивейшие раскаты. Жалко, что маловато ветра. Мы сегодня планировали тоже на кайтах выйти в море, как и вчера, но погода ставит свои, как говорится, препятствия. Раскаты великолепные. Между ними можно очень хорошо кататься, по волнам прыгать, но ветра не хватает. Идется там, как говорится, махать, мучиться. А в такую погоду, в такой холод, это сделать крайне тяжело. Температура моря сейчас падает и составляет около 11 градусов. Но все еще выше десятки. Я всегда, когда увлекался зимними купаниями, говорил о том, что выше 10 градусов – это комфортное, классное купание. Нише 10 – это уже пошел экстрим. Так что купаться можно еще в удовольствие, друзья мои. Ой-ой-ой, смотрите, как на меня набегает волна. Но повезло, все хорошо. Теперь давайте посмотрим центральную часть, как выглядит она. Озаботились о мусорках. Здесь у нас экран. На нем по вечерам проходят показы разнообразных фильмов. Ставят пуфики, на которых можно посидеть. Стоит красавица-елочка, которая тоже выдержала удар стихии. Играет музыка. Здесь есть ребята Доброцентр, которые помогают всем, кто приходит сделать фотографии. Подсказывают обо всем символ Нового года. Ну и куда же без наших любимых песковиков. Они смотрятся вообще великолепно. Надо себе тоже, наверное, сделать фотографию рядышком с ними. Какие красавцы. Далее у нас есть штиль Нового года. Инсталляция тоже в китайском стиле реализована. И песковик из Китая, с которым вы тоже можете сделать невероятно красивые фотографии. Единственное, что старайтесь на них не залазить, чтобы они как можно дольше радовали наших дорогих гостей. И все успели сделать красивые фото с ними. Песковики действительно очень красивые и привлекательные. Это действительно теперь стал новый символ Анапы. У вас снеговики, а так как снега у нас мало и крайне редко, то, пожалуйста, великолепные песковики. Ставим лайк, друзья. Ведь это визитная карточка города-курорта Анапа. Новшеством стала вот эта вот аллея песковиков. Она так и называется в сказке песковика. К сожалению, штормом ее подразрушила. Видите, вода докуда доходила. Убрали настилы, которые, я думаю, вернут на место. Хорошо, что осталось освещение. Хотя оно тоже так вот подвисло. Укрепляли столбы мешками с песком. Но они все равно прогнулись. Подправят. Не переживайте. У нас ребята работают очень быстро. Такие вот лежаки-скамеечки их взяли из парка. Анапе с другого привезли. Это муниципальная собственность. Но люди уже начали возмущаться. Почему вы оттуда взяли? Они здесь прям вписались. Очень хорошо. А после праздников их вернут на место. Не переживайте. Вот это, наверное, самый красивый кадр, который только можно снять. Море вокруг, и ты на лавочке. Просто фантастика. Сидишь себе, качаешься, море под тобой. Главное, ноги не забывай поднимать. Вот так подразрушила эту часть. Новшество действительно очень крутое получилось. Мне больше всего тут понравилось то, что есть подсветка, и можно гулять по пляжу. Со светом это делать гораздо приятнее. Очень много разнообразных фотозом было реализовано. Сейчас их немножечко видоизменили. То, что было сильно вкопано, оставили. Остальное пообирали в сторону. Вот мусорки, настилы, там другие элементы декора. Жалко, конечно, что вот так вот не дает нам природно праздновать Новый год на пляже. Но будем подстраиваться, ведь она здесь главная, а не мы человеки. Елочка из песка тоже очень моим многим подписчикам понравилась. Пишите обязательно в комментариях, как вам. И какой элемент украшения зоны отдыха на Грибинской вам зашло больше всего. Здесь тоже была инсталляция, она немножечко пострадала. Люди, которые приходили фотографироваться, даже ее чуть-чуть пообламывали. Будьте более аккуратны, ребятки, чтобы сохранять для всех наших гостей. Они еще даже не успели в полном объеме приехать. Сейчас говорят, что в Анапе находится около 10 тысяч человек наших гостей. С каждым днем их становится больше. Очень жалко, что все-таки не дали запустить аэропорт Краснодара. Тогда бы мы слышали сейчас, наверное, не военные самолеты, которые пролетают над нами, а уже наши гражданские гостей было бы гораздо больше. Но будем надеяться, что запустят будущее. Вы напишите, ждете ли вы открытие аэропорта Краснодара или нет. Может быть, это я думаю, что так важно. Может, все уже привыкли ездить на поездах. Как мне всегда жалко труд людей, которые вкладывают его на море, смотрите, выкидывают палки, а кто-то из людей еще эту палку на скамейку положил. Эх, ребята, ребята, ну будьте более добры ко всему, что делают для вас. Это ведь наш город, мы его должны ценить и любить. Сейчас это немножечко печальное зрелище, потому что волны доходят до элементов благоустройства и украшения. Вот так вот шторм пришел и подразрушился. То, что делали люди, ему-то все равно. Это красота. Они, как говорится, моря возвращаются в свои берега. Самое главное, что теперь там не стоит голубая акула, а ребята уже в форту, в Тамане проходят нужные им. Опять очень бесплыл. Вот постоянно меня Боря хочет обнимать. Очень сильно меня любит и ждет. Дай больше ветра, я к тебе вернусь. В общем, ребята проходят все нужные проверки. Двигательные системы, там, других помогательных систем. И в дальнейшем будут становиться под загрузку и отправляться по пути исследования. Как прекрасно, что все хорошо заканчивается. Особенно великолепна эта сказка под Новый год. И благодарю всех тех, кто писал, там, спрашивал, откуда ребята, как ты установил контакт. Я получил от них сообщение в одной из соцсетей. Оказалось, что один из команды является моим подписчиком. И вот мы с ним заобщались. Общались через переводчик, потому что он сам из Египта. Русский немножко знает. Но набора слов не хватает для полноценного общения. Поэтому на английском переводили. И он мне давал информацию, что, как и где происходит. Вот видите, освещение сделано до самой арочки входа на пляж 30-летия Победы. Здесь ночью волны тоже доходили до сюда. Мы можем по этим потекам все здесь это разглядеть. Вот такие вот, ребята, мощности стихии именно в ночное время. Громит и крушит все, что построено на берегу. Ибо нефиг строить в морских границах. Вот такая вот правда жизни. В парке чисто, красиво, уютно. Есть украшения. Есть по центру елочка новогодняя. Но это все красивее смотрится именно в ночное время. Я вам это показывал неоднократно. Мы по набережной улице двигаемся туда, на второй ярус нашей двухъярусной набережной. Здесь тоже видно, куда доходила вода. И такие прям сильные порывы ветра. И даже завихрение в виде небольшой смерчи. Смотрите, как закручивает. И песок улетает с пляжа. Непосредственно в парк нестиг. И летает. Но дай бог, чтобы больше смерчи не было. Хорошо, что вчерашний разрушился на берегу. Второй раз мне попадаются крышноиды. Они тут по кругу походу ходят. Поют холодно, ребята. Я в тоих месте все-таки где-то в тепле бы посидел бы. Очень люблю вид на море со второго яруса набережной. Наши здесь у нас благоустраивают еще один пирс. Который тоже будет останавливать течение. И посмотрите, как выглядит наше побережье. Ветер, кстати, усиливается. Александр мне позвонил. Говорит, давай, может, попробуй прокатиться на кайте. Что-то я подзаберся. Немножко сомневаюсь. Но Александру отсказывать не буду. Возможно, закатим хотя бы на часок. Достопримечательности здесь. Алые паруса. Анапы, которые немножко наклонило. Ветром их надо подремонтировать. Есть лавочки, карандаши. И есть вот такие вот инсталляции. Они по всей нашей набережной между деревьев установлены. Тоже выглядит симпатично. Фонтан Жемчужина не функционирует. Он работает настолько в летний период. Но все равно из него можно делать красивые фотографии. Но отсюда у нас теперь начинается наша новая достопримечательность. Прогулочная зона в театральной площади. Которую украсили великолепным фонтаном. Он с подсветкой снизу под каждой своей ступенькой. Выглядит это очень красиво. Лавочки, деревья высажены. Здесь очень-очень-очень атмосферно стало, ребята. И даже вот, наверное, не верится и вам, что мы сейчас идем по Анапе. Раньше была просто дорога. Слева справа тротуары. А сейчас такая вот красота для людей. С правой стороны у нас Гагипия. Это наш музей древний. Можно прийти походить по развалинам. И там проводят тоже разнообразные экскурсии. Есть внутри еще музей с древностями анапскими. Выполнена ливневая система. Ну и везде лавочки. Остается дождаться, когда подрастут деревья. И здесь можно будет по тени их в летнее время наслаждаться. Также мне очень понравилась вот такая инсталляция разнообразных городов Черноморского побережья. Это Пантикопей. Смотрится красиво. С этой стороны у нас вот та самая Гагипия, как она выглядела в древности. Вот часть ее находится за этим забором. И здесь у нас Херсонес Таврический. Тоже очень красиво смотрится. Сюда, в общем, играет Гармоника. Это наши русско-турецкие ворота. Остатки древней крепости. Сделана велодорожка. Она уходит туда, на улицу Пушкина. Атмосфера праздника. Я уверен, что присутствует и передается в ваши города. Маленькие архитектурные формы. Такие клумбы с деревьями. Прогулочная зона в сторону улицы Горького. Но кто туда пойдет, когда впереди нас ждет невероятная красота. Наши новогодние инсталляции. И театральные площади. Чего хочется, чтобы вот таких вот детских площадок, которые с левой стороны у нас, и сделали у нас предприниматели, их становилось больше. Тем более, там очищено пространство от разной коммерции. Там можно реализовать непосредственно такие же детские места для игры, отдыха абсолютно бесплатно. Ну и посмотрите на нашу современную театральную площадь. Обязательно пишите в комментариях, как вам. То есть везде лавочки. Причем очень красивые. Очень классно выглядящие. Все есть такие вот навесами лавочки. Впереди мы видим инсталляцию из новогодних елок. Коих там 6 штук. Одна центральная 20 метров и даже 22. А вокруг нее 10-метровые. И над ними натянута звездное небо. Ночью это выглядит воистину красиво. Причем мы видим, что работы продолжаются. Ведутся какие-то дополнения, изменения. Выполнена система полива под все зеленые наслаждения. Вот у нас теперь вписался красивый пункт полиции. Есть быстрое заведение быстрого питания. Также очень красиво смотрится фонтан. Вон тут разные мощности его включают. И летом, я думаю, будут возле него бегать дети и наслаждаться. Это арочная конструкция, которая теперь смотрится здесь не так уж и нелепо. От Полякова, прошлого нашего мэра. И даже возле самих новогодних елочек есть лавочки. Ну, посмотрите на наших новогодних красавиц. Мне кажется, даже дневное время без подсветки они выглядят великолепно. Количество детей и людей в эту ветреную погоду здесь говорит именно об этом. Какова красота. Просто хочется верить сказку в чудеса. Особенно вот спаслась акула. Здесь у нас красота в Анапе играет. Приятная новогодняя музычка. В общем, друзья, ждем вас на зиму и в Анапе. Надеюсь, что вам здесь все понравится. И будет очень хорошо для вашего отдыха. Каждый день на Театральную площадь у нас проекцируется вечернее время инсталляции. Подробности смотрите у нас в Телеграм-канале время их проведения. И каждый день с 17 часов вечера есть Дед Мороз. В домике для Деда Мороза можно прийти. Чтобы не ошибиться, вот график работы Дедушки Мороза. Приходите обязательно с детками. Им понравится. Ну и вот такие вот скамеечки двухъярусные. Тоже с малыми архитектурными формами. И фонтанчиком в серединке. Тоже не оставят вас равнодушными. Вокруг низ живая изгородь из растений. В общем, в летний период времени, когда все выпустит свои листики, мы будем с вами смотреть на красоту. А также высажены платаны, которые когда такие все здесь спилило, но их восстановили. Фух, слава тебе. Господи, что возвращается все на круги своя. Как это должно быть красиво для вас и меня. Перед самой Родиной поставили такие вот лавочки. Можно будет сидеть, смотреть представления. И ту часть украсили архитектурными формами. Меня очень просили показать это место при дневном свете. И я, собственно, вам делаю то, что вы просили. В качестве 4К, высокой четкости. Смотрите и наслаждайтесь. И пишите, как вам. Или это только одному мне нравится. Кстати, очень много еще разных подсветок. И, посредственно, в тротуарной плитке реализовано. Также у нас на улице Горького реализована, помимо арт-авенюр, новогодняя ярмарка. Можно купить разнообразные сувениры. Вина для вас предлагают. Гринтвейны. И также другие напитки, которые согреют и порадуют вас. Здравствуйте. Встречаем своих подписчиков. Это тоже очень приятно всех. Тех, кто здоровается с нами. Также можно перекусить. Пончики есть разнообразные. Причем за небольшую цену, друзья мои. Ну, Гринтвейн, я смотрю, тут вообще прям самая популярная. О, пожалуйста. Морепродукты тоже имеются разные вкусные. Аж покушать немножко захотелось. Я с утра только небольшую булочку и чаечек. А здесь и шашлычочек, и плов предлагают ребята. В общем, красота, друзья. Блины и другие вкусности ждут вас всегда. Ну, а также само арт-авеню с разнообразными изделиями ручной работы от наших дорогих анапских мастеров, которые принимали участие и в создании многих архитектурных форм, и также украшают наши елочки. Они вообще молодцы. И очень классно, что администрация организовала такое великолепное сообщество наших граждан. А здесь наши самые маленькие детки анапчане идут смотреть на новогоднюю елочку. Как это прекрасно, друзья мои. Живой город Анапа ждет и радуется каждому своему гостю. Так что вы будете не исключением. Приезжайте к нам обязательно, наслаждайтесь и отдыхайте. И пишите, вот без снега чувствуется ли атмосфера праздника на моем видео, или все-таки нет, или один такой радостный. Пока хожу снимаю, смотрю, у нас уже 160 тысяч просмотров на прошлом видео. Фантастика, ребят, спасибо вам. Спасибо за ваши лайки. Это очень-очень круто. Рад, что вам нравится то, что я делаю для вас. Самое важное, надо выразить большое спасибо каждому человеку, кто поддерживает финансово. Вы это можете тоже сделать по номеру телефона 898-8333-7887. Как-то привязанным на бензинчик. Мы благодаря вам столько раз ездили в Витязево и снимали для вас полностью все моменты, с нашей голубой акулой. Нашей, потому что она стала действительно нашей. Пускай она оплыла, а мы ее будем помнить всегда. Это видно по 30-летию Победы с другой стороны. Здесь находится также наш главный символ Анапы белая шляпа. Люди медленно прогуливаются. Ну и еще одна из красивейших зон, тоже в ночное время, с великолепной подсветкой. Это площадь перед администрацией. Здесь играет новогодняя музычка, привлекая туристов, чтобы они пришли, сделали себе тоже красивейшие фото на память об отдыхе именно нашей любимой Анапе. Так что благодарим всех людей, кто причастен в этом году к украшению нашего города. Ночью он выглядит просто невероятно красиво и привлекательно. И дай Бог, чтобы и в дальнейшем также радовал нас своей красотой. Привлекал как можно больше туристов. Но самое главное, чтобы нашли вариант, как делать море всегда без водорослей чистым. И тогда наверняка никакой второй бы Анапы новой не понадобилась. Наша старая бы привлекала еще больше людей. Вот на этой великолепной, солнечной, прекрасной ноте я спешу с вами не попрощаться, ребят. Ведь мы находимся в интернете. Смотрите следующее видео. С вами был Юрий Осаровский. Вам всем привет, черноморские из Анапы. Надеюсь, что вам было хорошо и приятно. С наступающим Новым Годом, дорогие друзья. Пускай будет мирное небо над головой. От души, как всегда, пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok